На календаре первой осенней месяца на баскетбольной площадке спортивного комплекса «Муссон» по-настоящему жарко. За право стать бронзовым призером борются севастопольская команда и спортсмены подмосковных «Мэтищ». Впервые в истории мужских любительских команд «Муссон» вышел в финал четырех. До этого лучшим достижением наших баскетболистов была стадия 1-8. Суперфинал «МЛБЛ» вновь проходит в Севастополе и на родном паркете игроки «Муссона» были настроены показать высокий результат. За пять дней наши ребята провели восемь матчей. Попав в полуфинал, севастопольцы гарантировали себе место в четверке сильнейших любительских команд России. Но две решающих встречи баскетболисты «Муссона» проиграли более мастеровитым соперникам. В матче за третье место шла упорная борьба. Наша команда даже вырвалась вперед во втором периоде. Однако взойти на пьедестал «Почета» игрокам «Муссона» не удалось. Сейчас мы выиграли в 1-8, выиграли в 1-4 и боролись за медали. К сожалению, не получилось. Большое спасибо болельщикам на трибунах, которые нас поддерживали. Мы старались, выкладывали, выкладывались, показывали хорошую игру, но не получилось одержать победу. Команда из Подмосковья соперник «Муссона» в борьбе за бронзовые медали готовилась все летом. Баскетболисты изучали слабые, сильные стороны конкурентов, смотрели на технику игры. Для них высокий результат севастопольцев не стал неожиданностью. Соперник действительно очень сильный. Приходилось притинговать всю игру. Они забивали с очень хорошим процентом. Постарались сыграть плотно в защите, не дать в конце выбросить их любимые трехочковые. И, видимо, нам это неплохо удалось по счету. Игра завершилась счетом 86-77. Всего за пять дней суперфинала межрегиональной любительской баскетбольной лиги на паркетах спорткомплекса «Муссон» прошло 80 встреч. Друг с другом соревновались сильнейшие спортсмены-любители со всей России. 16 мужских и 9 женских команд. Один из лучших суперфиналов, если не лучший. Ну, конечно, сейчас свежие эмоции, уже не помнишь того, что было раньше. Но так сравнивая, кажется, что это один из лучших суперфиналов. Баскетболисты выкладываются на полную, несмотря на статус любительской игры. Борьба на паркете разворачивалась нешуточная. Многие участники либо бывшие профессионалы, либо остановились в шаге от спортивной карьеры. По результатам матча видим, что все матчи проходят очко в очко. И никто не может легко выиграть. Все игры идут очень плотно. Мне однозначно видится, что уровень баскетбола в целом по стране любительского растет. Эти команды, которые здесь присутствуют, достойны профессиональных команд. Первое место среди женских команд заняли спортсменки Северо-Западного федерального округа «Северный легион». В мужском суперфинале победу одержал «Таурас Феникс» из Санкт-Петербурга. Команда, которая в полуфинале оказалась сильнее севастопольцев. Игрокам «Мусона» после соревнований отдыхать некогда. Спортсмены готовятся к открытому чемпионату Севастополя, где традиционно участвуют лучшие команды Крыма.